ответила пока что дай бах нашего зеленопад не краска раздавка свадьбе у меня флеймов нету чтоб щетка откидать они есть но блять так как в бой они не прогрузили и обещая реалопис будет основной фдске с пугами сидеть смогут как бредные ответы нет сходят пугами и и и Продолжение следует... 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 блоки не достать я через релок пройду досматривать все сюда короче у меня достало перегрузка процессор сразу метки что раздавака лара явно дали понять что он больше нервится не будет раздавака ты ничего не понимаешь что тактику придумали которую блять убиваем просто но состава нет чё ты говоришь о смейте меня пожалуйста а чё ты говоришь дебафы ловить ты понимаешь что ты заебёшься их ловить бегать на платформе я не знаю как они китайцы если рядом нет то как рандом надо не знаю мне похуй носов вообще и похер на их т5 честно буду тапать не буду тапать вообще безразия тебя фарада сыщем облик не тот борода поддельная чё чё метки тогда даже гриб пишет что всем похер на ссор миша чтобы все видели есть тебе оттуда видно то что он может танцами и бать хули волк не чаржиться так короче на второй фазе на второй фазе рейд поделится рейд поделится рейд поделится ровно на половину то есть позиционка рейда первой половины хилы звездочка хилы звездочка хилы звездочка рдд печенька и ромбик милики отбегатель уже выносится вот этот так сейчас еще метки поставлю короче вот эта половина первом сносит череп эта половина первым сносит луну грубо говоря я объясню почему смотрите по таймингам по таймингам у нас получается как типа что у нас получается пришли мы на вторую фазу пришли на вторую фазу появились 4 этих 4 мелких дебафы никакие не вешаются пока идет каст плюс действует гера плюс блять короче примерно секунд 30 секунд 30 до первых перьев там где появляются пять мобов вот получается как то есть у нас секунд 45 есть под гирой что вы по максимуму снести короче две группы делимся в каждой группе будет по 8 дамагеров 8 дамагеров 8 дамагеров 8 дамагеров должны успеть за три с половиной минуты за три с половиной минуты снести двоих блять фени то есть грубо говоря 8 человек за три с половиной минуты должны нанести 24 24 ляма фени возможно возможно за сколько за три минуты за три с половиной так это что 180 секунд это что 180 секунд сколько восемь человек сколько восемь человек нанесет урон по боссу за три с половиной минуты За 3,5 минуты при общем количестве ДПСа 15000 у каждого. Больше, дохуище, чтобы за 3 минуты нужно 13000 ДПСа, за 3,5 там я начинаю начинать. Ну ладно, берем типа 3-то дамена. За 3 минуты сколько надо ДПСа, чтобы снести? Тринадцать тысяч, тринадцать с половиной, у всех что было. Ну это под герой, это под герой и под бурстами, грубо говоря, да? Вот, в любом случае ДПС будет выше. Смотрите, что будет происходить за эти 3 минуты. Первое. Пришли на свою метку, ставили свою метку, начинаете бить, бьете, 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 проходит 30 секунд, идут перья. Идут перья от босса, там где появляется 5 мобов. Вот. Пять мобов появится на две группы. То есть там, где первая группа стоит и вторая группа стоит. То есть по 5 мобов появится. Ну вообще не по 5, а просто 5 появится. Этих 5 мобов, сливаем моб этих от мелких, от мелких. Локи будут поделены половину с одной стороны, половину с другой, чтобы вам было проще контролить. То есть, грубо говоря, если на вашей стороне появилось 5 мобов, я думаю, вряд ли вы затупите с баном на двоих. 5 мобов, 2 бана, нормально. То есть мне надо будет ассист на другой стороне. То есть я не буду видеть, что там происходит. Я не буду видеть, что там происходит. Но один важный нюанс. Сначала мобов будет сливать одна платформа, потом мобов будет сливать вторая платформа. Дальше. Есть еще один маленький нюанс. Как сделать так, чтобы урон от взрыва, урон от взрыва мелкий, по вам не прошел. Знаете как? Сюда забежать? Нет, просто прист левитацию дает и урон от взрыва мелкого не проходит. На туре, что ли? Этот. Дальше. А как мы его успеем раздать? Это уже другой нюанс. Этот. Дальше. Следующий нюанс. Короче, бьем, бьем, бьем. Дальше. Через минуту, через минуту снова летят пять перьев. То есть пять мобов слили. Это где-то ровно минута прошла. Через минуту летят пять перьев. Ну, на две платформы, грубо говоря, да? То есть, прилетели пять перьев, отошли, дальше бьем. Потом еще пять перьев. Отошли, тоже бьем. Следующий нюанс. Появляется десять мобов. Появляется десять мобов. С учетом того, что у нас четыре лока всегда присутствуют. Два лока банят на одной платформе. Два лока банят на второй платформе. И этих мобов вообще не отпускается. То есть, они от начала до конца стоят. То есть, по команде только отпустите. Дальше. Следующий нюанс. Женое. Твоя основная задача дать по одному мобу корню ко второму смерчу. Это с одной стороны. Со второй стороны, со второй стороны, там тоже будет дополнительный лок, который даст банк. Плюс, возможно, кого-то назначу. Кто-то даст пятисекундный ста. Получается, что у нас будет законтролено ровно восемь мобов. То есть, банально. Четыре лока банят. Плюс сова корня смерч, это шесть. Плюс там еще дополнительный бан, это семь. То есть, даже если два моба дойдут в гос. Ну, в мелких. Это не критично. Мы сольем этих двух. Дальше. Со смерча и корней дойдут мобы. То есть, тоже два. Точнее, со смерча дойдут два моба. Вот. И будут уже мобы доходить. Первый будет с корней доходить. И четыре моба останутся в бане. Вообще не слышно там что-то. Тише. Тишина прям. Я говорю, четыре моба по окончанию останутся в бане. Тихо-тихо, Леха. Слышно вообще тихо. Ты ебаный, ты в рот. Сделай погромче его. Все охуенно слышно, блять. Ты че? Меня на сто процентов. Все охуенно слышно. Сейчас нормально слышно? Да все заебись слышно. Хуй знает че он. Тебя и до этого заебись было слышно. Да у него че-то неправильно. Колонки там погромче сделай. Этот. И получается у нас остается четыре моба. Эти четыре моба, эти четыре моба будут сливаться только после появления первых перьев. То есть прошли, появились мобы, взорвали шесть мобов, появились первые перья, отбежали и только после этого мы этих четыре моба. То есть сначала одна платформа отпустит два моба, потом вторая платформа отпустит два моба. То есть по очереди сольем. Чтобы все было прохиливаться. Почему именно такая позиционка? В связи с тем, что у нас проблема в обычном хилах. Ну то есть хилам сложно прохиливать рейд, допустим, когда все кучи настоят. Плюс сложно прохиливать танков. То есть здесь получается у нас по три хила, по три хила каждую группу. То есть грубо говоря два танка. Три хилам надо будет прохилить двух танков. Плюс надо будет прохилить восемь дамагеров и самих себя. То есть грубо говоря на три хила у нас получается двенадцать человек надо будет хилить. То есть в принципе ничего сложного. Дальше следующий нюанс. Здесь по поводу хилов. Хилы, которые стоят в квадрате. Вы достаете отсюда хилить и луну получается и первую платформу. То есть вы будете доставать отсюда все хилить. Единственное, что по поводу танков. Танки старайтесь держаться ближе к хилам. То есть не на противоположную сторону вот сюда допустим. А наоборот поближе к хилам, чтобы вас прохиливали. Это первый нюанс. По краям будут стоять протопалы. По середине, по модам которых вы будете сливать. Войт будет стоять плюс еще монород грубо говоря. Следующий нюанс. Следующий нюанс. По таймингам у нас примерно получится как. Когда мы убиваем первого всем рейдом. У нас грубо говоря 10 секунд в запасе. То есть грубо говоря по таймингам мы должны. Когда появится 10 мобов. Когда появится 10 мобов. Череп и луну просадить на 60 процентов. Чтобы у этих мобов осталось по 40 процентов. То есть когда 10 мобов появится. У нас будет у этих двоих по 40 процентов. Взрываем аккуратно этих. Взрываем аккуратно 10 мобов. И добиваем череп луну. То есть грубо говоря дальше. Следующий нюанс получается. Зарвали череп луну. Ну то есть быстро убили. Этих 10 мобов взорвали. Появляются следующие 10 мобов. То есть эти 10 мобов. Появляются вот здесь грубо говоря. Где вы стояли. Вы сдвигаетесь. Та группа сдвигается на четвертую платформу. Эта на первую. То есть две группы сдвигаются уже бить. Другие грубо говоря. Хилы позиционку не меняют. Хилы стоят хилят. Ну то есть тоже заебись да. Следующий нюанс. Бьете когда первого. Когда первого. Этот. РДТ. Естественно ближе к хилам стоите. Вот здесь примерно да. Милики выносите лужи сюда вот под стену. Ну ровно назад читаю дубля. Да. Здесь у нас что будет по таймингам. 10 мобов. Которые останутся после убийства этих двух. Они пойдут. К первому. Вот сюда. То есть тоже. Баны. Плюс там. Грубо говоря. Легко будет контролить в принципе. Баны. Плюс эта вся херня. Эти мобы дойдут сюда. Там нормально взорвутся. Единственный нюанс. Единственный нюанс. Где мы можем лапнуться. Это. Последние ебучие мобы. То есть если вы тут не переконтролите нормально. Будет все хуёво. Вот. И еще один маленький нюанс. Когда этот. Вы будете. Бить. Свои таргеты. То есть. Та группа. ДД. РДД. Которая будет бить луну. Или та группа. Которая будет бить черри. Этот. Крик феникса. Это основная хуйня. На которую вам надо будет ориентироваться. Плюс перья. Они кстати одновременно проходят. Иногда. Плюс. Потому. Почему говорю. Что это надо будет делать. Грубо говоря. Смотрите. Если. Килы. То же самое. Вы вообще отвернуто стоите. То есть. Вы. Спиной стоите. Блять. К этим тему фениксам. Почему. Потому. Что. Никто не знает. Где будет сфера. Феникс. То есть. Грубо говоря. Он будет убиваться. Сложнее. Допустим. Чем будет убиваться. Допустим. Какой то другой. С дизармом. Блять. Или стоп кастом. Кире надо будет отворачиваться. Будем надеяться. Что это будет или. Череп. Или луна. Но. С учетом того. Что он сфером. Блять. Смотрите. Отворачивайтесь. Типа. Крик феникса. Это сто процентов. Надо отвернуться от него. Независимости. Какое то. Блять. С дизармом. Блять. Без дизарма. Потому что. Грубо говоря. Если вы будете. Даже стоять. Вот здесь. Вот где хилы стоят. В квадрате. Примерно. Да. То есть. РДД. Если вы сместите сюда. Да. И будет крик феникса. И вы будете стоять. Грубо говоря. Вот так. Бить. Это. Луну. То крик феникса сфером. Там где стоит. Джинуэн. Блять. Он достанет. Вам дастся. Ффер оттуда. То есть. Ффер достает оттуда. Блять. Вот до квадрата. Грубо говоря. Даже больше. То есть. Вам надо будет отслеживать. Обязательно. Тот момент. Тот момент. Где. где ебучие с фиром короче фир это усталость а стоп каст это слабость это два самых хуевых если в касте у тебя ебанул фир то у тебя сало на 5 секунд это равносильно вайпу что фир что это хуя ну это тоже а дизарм и ярость ну это хуя вот дальше следующий нюанс по поводу короче группы сейчас я поделю группы 50 на 50 вам надо понимать тот момент что вам надо забегать с разных сторон чтобы быстрее начать бить своего вам надо будет забегать с разных сторон то есть грубо говоря квадрат будет с этой стороны забегать а что там печенька звездочка будет забегать с той стороны то есть тоже самые танки тоже самые силы потому что вы блять не успеете ну точнее вы потеряете там лишних секунд 20 урона по боссу по боссу блять пока вы будете бежать то есть критичного ничего не случится но блять вы потеряете дома это очень ну блять это печально будет дальше этот по поводу разделения короче смотрите по поводу силов по поводу силов у нас получается тогда следующим образом блять не знаю даже как вас поделить на самом деле а сколько их сейчас 5 да да короче этот простим плюс мосса вы будете в квадрате вы будете в квадрате все остальные хилы на той стороне так дальше следующий ниванс по поводу миликов рдд и тому подобное я примерно уже поделил третья группа третья группа вы стоите здесь где квадрат то есть где крестик ваша позиционка здесь четвертая группа ваша позиционка на той платформе там где блять где печенька дальше по поводу миликов коника раздавака биббол вы стоите здесь в крестике вы стоите здесь в крестике дальше этот мозор рдвар еще один рога вы стоите в черепе то есть грубо говоря вы бьете в черепе то есть 333 милика то есть на этих на лужах будете отбегать в ромбик выносить тут в принципе вряд ли я думаю что у вас троих пойдет дальше по поводу танков блять мне не хватает монорота там вот что печально не хочу рыбла распек это короче короче коват будет стоять здесь где я стою то есть это а здесь это где меня не присомонили я не вижу короче первая платформа справа а понял дальше я буду на первой платформе слева вот будешь стоять в черепе обязательно ну если что сможешь тут проносить где то что то грубо говоря вот а блять вот короче бегать короче редвард спекайся там у него же там армс какой-то бил ну этот будешь редвард стоять в луне вот стоял это на первой платформе дальше хилы ровно квадрат на лужах просто пару шагов вперед вынесли вернулись обратно дальше рдд на лужах стоите в крестике тут блять у вас много манипуляций куда угодно можете стать грубо говоря там можете где то правее взять можете ближе подойти то есть у вас манипуляций много как хотите так крутите ой дальше элбрил спекайся в холика япончик спекнешься в dc или сила бездны сила бездны спекайся в dc япончик шп короче а я не в третьей группе мне где встать сила бездны будешь стоять короче квадрате а элбрил вместе с матиолом шумоголом будете стоять в звездочке на второй фазе так следующий нюанс что еще нам надо знать больше нихуя в принципе я надеюсь ты япончик становишься короче в крестике дамажишь ладно пошли на низ подожди пусть разбегутся кто где чтоб понять правила запомнили нет давай разбежали и можете еще по диспейлам маговским рассказать щас расскажу что да и про левитацию это типа москве типа реально урон не получают люди при взрыве мы должны успеть на всех накинуть где мы находимся левитацию это шутка я вам не